МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема сегодня. Накануне большой воды спасатели и метеорологи ожидают половодия в середине апреля. Семь лет свободы. В РГУ отмечают присоединение Крыма и Севастополя и требуют прекратить информационные атаки. Выпил, убил, в тюрьму. Рязанские следователи раскрыли бытовую поножевщику. Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом Москва-Пенза в Спасском районе выросло до 21-го. Напомню, 50-летний водитель, управляя рейсовым автобусом Сетра, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением. Автобус перевернулся. На момент ДТП в салоне транспортного средства находились 56 пассажиров, все совершеннолетние и два водителя. За медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратился 21 человек, из них 6 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По результатам медицинского освидетельствия водителя опьянения не установлено. В настоящий момент он доставлен в следственную часть следственного управления МВД для допроса. Следствием изучаются показания пассажиров автобуса, назначена автотехническая экспертиза на предмет исправности транспортного средства. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством управления МВД России по Рязанской области. В середину апреля называют метеорологи отправной точкой появления в Рязанской области большой воды. К половодию начали подготовку и в региональном МЧС. До сих пор непонятен, правда, масштаб будущего разлива. Валерий Седов осторожен в прогнозах. Этот график практически ничем не отличается от биржевого. Только вместо курса валют повышается уровень в ОКЕ. Здесь, в Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды регулярно следят за уровнем воды. Вот график, как идет уровень сейчас на реке ОКЕ у города Рязани. Мы видим, что пока еще идет повышение, но уже выше по течению на постах Коломна, на посту Кашира идет уже снижение уровней. Чтобы прогнозировать предстоящее половодие, нужно учесть множество факторов, говорят специалисты. Первое – это уровень осадков. За один только февраль выпало снега на 283% выше нормы. А из соседних областей, откуда течет ОКЕ, уровень выпавших осадков еще больше на 25%. Вскрытие предполагается в районе реки ОКЕ, в районе Рязани, будет, что в первой Пентаде, может быть, даже позже, ближе к концу первой декады, апреля. Соответственно, на других реках области, на реке Мокша, все это со сдвижкой будет на 7-10 дней. Предполагается, что уровень воды в Рязанской половодии не будет превышать отметку в 5 метров 80 сантиметров. Опасной считается высота в 6,5 метров. Однако, когда ОКЕ поднимается выше 4 метров, в борках уже начинаются подтопления. Да и далеко за примерами ходить не надо. 5,5 метров и отдельные территории в лесопарке покроются водой. Исходя из имеющихся в Главном управлении МЧС России Паризанской области прогнозы о прохождении весеннего половодия, прогнозируется, что в зону воздействия весеннего половодия может попасть до 25 населенных пунктов с населением около 7 тысяч человек. Может быть подтоплено 12 низководных мостов, 3 автомобильных моста и 19 участков автомобильных дорог. В региональном МЧС уже проводятся мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод. Спланирована работа группировки, в состав которой входят больше 4 тысяч человек. Может быть привлечено 2000 единиц техники и 52 плавсредства. Но пока это только прогнозы, и ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Например, дожди на снег только увеличат уровень половодия. Есть и другие факторы, которые немножко могут сгладить самые высокие пики. Это то, что осенью у нас был дефицит влажности в почве. Почва ушла полусухая в зиму. И сейчас уже стремительно уменьшается промерзание почвы. Прогнозы по половодию обновляются постоянно. В Рязани области работают 17 постов, 5 из которых автоматизированы. Через них и будут поступать актуальные данные по половодию, которыми и руководствуются экстренные службы города для безаварийного пропуска половодия. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Половодием и разливом рек не напугать любителей закаливания и зимнего плавания. Они продолжают свои заплывы. Совсем недавно у рязанских моржей состоялся марафон зимнего плавания. Встреча весны, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха. За этим заплывом в ледяной воде даже наблюдать холодно. Для простых обывателей это безумие или экстрим. Но для профессиональных моржей это обычный стиль их жизни. Мы в любые морозы плаваем и в 30 градусов мы никогда не отступаем. Мы получаем лошадиные дозы эндорфина. 26 участников не побоялись показаний термометров. И в купальниках попрыгали в воду Рюменского пруда. В заплыве участвовали два клуба закаливания и зимнего плавания. Рязанский и Новый Мичуринский. На данных соревнованиях мы боролись, можно сказать, сами с собой. То есть результат у всех наилучший, чем когда ты не был. Мы плавали каждый по два раза, проплыли каждые сотни метров. Получили здоровье и удовольствие. Мой стаж 36-й год. Пришел в клуб 28 лет, сейчас уже 64. Сезон моржевания обычно заканчивается в апреле. Место для торжественного закрытия любители закаливания и зимнего плавания уже выбрали. Это третий барковской карьер. А вот с датой и временем им еще предстоит определиться. Позже, когда потеплеет, моржи облюбуют холодные источники и будут купаться там. Олеся Котровская, телекомпания «Город». В России отмечают знаменательную дату. 7 лет договору о вхождении республики Крым и Севастополя в состав нашей страны. Рязанский университет имени Сергея Есенина пошел дальше и наладил тесный контакт с Горловским институтом иностранных языков. Сегодня научное сообщество призвало прекратить в отношении непризнанных республик развязанную Киевом информационную войну. Круглый стол под названием «Крым, Донбасс, Россия» в объекте глобальной информационной войны «Наша сила в единстве» состоялся в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина и был приурочен к седьмой годовщине воссоединения России с ее историческими землями – Республикой Крым и городом-героем Севастополем. В названии круглого стола две части. Первая – собирает наши общие духовные силы против той информационной агрессии, против той волны русофобии, которую мы наблюдаем сегодня, и против нашей страны, и против нашего президента. Поэтому наша задача – дать общий, дружный, коллективный ответ всем недружественным по отношению к России силам. А вторая часть – наша сила в единстве, потому что Крым, Донбасс, Россия в нашем сознании неразделимы. Это пространство русского мира. Рязанская область активно сотрудничает с Крымом, Севастополем, Донбассом, Луганском, Москвой, Санкт-Петербургом. В нашем университете создан первый в системе высшего образования России аналитический центр по информационному противоборству. В обсуждении вопросов приняли участие представители власти, ученые, студенты и руководители дружественных вузов. Тема не просто актуальна, она полностью принадлежит все наши тревоги, связанные с развернутой и относительно проводимой многоспертной информационной войной. В этих условиях мы живем, отставим наше право на самоопределение, мы оставим наше право говорить в русском языке, обучать наших детей на русском языке, чувствовать себя в русском языке. Мы не ограничиваемся круглыми столами, мы постоянно бываем на этой героической территории. В конце января в седьмой раз уже побывали в Донецке и принимали участие в обсуждении замечательного исторического документа «Доктрины русский Донбасс», в которой наш героический Донбасс окончательно порывает все связи с пронацистской Украиной и заявляет о том, что его путь только с Россией, его будущее только с Россией. В следующий раз представители Рязанского вуза отправятся в научную и творческую командировку в апреле. Частые обоюдные конференции, встречи и круглые столы, а также сотрудничество рязанцев со знаменитым лагерем «Артек» – все это постепенно приближает дружественные южные территории к центру России. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани полицейские пресекли конфликт, который разгорелся между двумя мужчинами, один из которых даже достал пистолет впоследствии, как выяснил Валерий Седов, оказавшийся пневматическим. Конфликт двух рязанцев едва не закончился трагедией. Всему виной, как водится, любовь. А точнее, бывшая. Полицейским удалось восстановить историю событий. Девушка проводила время в компании своих друзей. Идиллию нарушил бывший, который постоянно звонил на телефон рязанки. В конце концов, звонки эти стали раздражать не только ее, но и других присутствующих. За девушку заступился приятель. Он поднял трубку и попросил мужчину перестать звонить. Но и после этого звонки не прекратились. Тогда заступник предложил оппоненту разговор один на один. При личной встрече 31-летний рязанец продемонстрировал заступнику пистолет и пригрозил расправиться с ним за то, что тот вмешивается в чужую личную жизнь. Конфликт между двумя мужчинами попытались погасить знакомые. Когда вооруженный мужчина отвлекся от них, заступник поспешил обратиться за помощью в правоохранительные органы. Прибывшие участковые полномоченные полиции отдела МВД России по советскому району города Рязани усмирили злоумышленника. При проверке оружия правоохранители выяснили, что пистолет является пневматическим. За такую угрозу оружием, хоть и пневматическим, мужчине грозит самый настоящий уголовный срок. В отношении его возбуждено дело по статье «Угроза убийством». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Валерий Седов, телекомпания «Город». А вот этот конфликт, к сожалению, пресечь не удалось. Рязанским следственным отделом регионального следственного комитета завершено дело об убийстве в поселке Учхо-Стенькино. Пьяность ссора двух собутыльников закончилась трагически. Один из них решил вопрос кардинальным методом. Просто зарезал оппонента. Но скрыться от следствия ему не удалось. Сколько таких историй уже было, сколько еще будет. Поздний вечер, бутылка водки, задушевные разговоры на кухне. И, естественно, спор. Слово за слово. У одного доводы, у другого аргумент солиднее. Кухонный нож. Удар в шею и победитель перепалки определен. А потом стыдливый побег, игра в прятки со следствием и полное отрицание. Но недолго. В ходе следствия была изучена личность обвиняемого, которым оказался 45-летний мужчина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство в отношении своего близкого родственника. Отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме того, он также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийства. Несмотря на непогашенную судимость, вновь совершил преступление, относившись к категории особо тяжких преступлений. Обвиняемый, конечно, крутился ужом. И показания менял, и заявлял о мнимых гостях в тот вечер, но против прямых доказательств не устоял. За убийство ему грозит до 15 лет колонии, учитывая его послужной список, это более чем реально. Впрочем, забегать вперед не будем. Осталось дождаться вердикта Рязанского районного суда. Дело отправлено для рассмотрения по существу. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани открылась выставка «Каменная сказка». Самоцветы со всех концов земли, редкие кристаллы, сувениры из камней и авторские украшения. Все это можно увидеть в культурно-выставочном центре АК. Войдя в выставочный зал, попадаешь словно в настоящую каменную сказку. Здесь собраны минералы со всего мира. Они сверкают, переливаются и завораживают. Кажется, что это вотчина хозяйки Медной горы. Вот сейчас я в руках держу абсолютно уникальный камень, который называется обсидиан. А чем он уникален? О своей иризации. Вот эта иризация на обсидиане проявляется крайне-крайне редко. Единственное месторождение в Мексике расположено. И вот сейчас мы держим самое настоящее сердце из обсидиана. А это лунный камень и лабрадор. От переливов голубого цвета и загадочных узоров невозможно оторвать взгляд. Здесь представлены уникальные статуэтки, вырезанные из таких камней, как тигровый глаз, обсидиан, агат и аметист. А еще для интерьера вы найдете на выставке необыкновенные светильники из агата. Привет, Рязань! Несмотря на все сложности, каменная сказка все равно жива. И, как это ни странно, ассортимент изделий, которые мы привезли в этот раз, даже шире и интереснее, чем то, что было раньше. Поверьте, такого вы еще не видели. Приходите, будете очень приятно удивлены. Особое место на выставке «Каменная сказка» занимают изделия из малахита. Уральское месторождение закрылось уже давно. Теперь этот минерал привозят в Россию из Центральной Африки. Этот камень – это малахит, знаменитый малахит. Это, по свойствам, просто хороший камень. Малахит имеет лечебные свойства, малахит имеет магические свойства. То есть, малахит, ну, в России малахит – это один из лучших минералов. Но с малахитом мы работаем давно, давно. Но мы в Москве, в Екатеринбурге. А в Рязань – первый раз, первый раз. Здесь немало украшений не только для женщин, но и для мужчин. Например, вот эти браслеты из вулканической лавы прекрасно подойдут для представителей сильного пола. В браслет можно прямо на выставке вставить понравившийся минерал. «Каменная сказка» будет работать в КВЦ АК до 21 марта. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все, еще больше новостей. На нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!